Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, а также мой канал можно найти на Яндекс.Дзене. Ссылочку обязательно закреплю в комментариях, ну а вы, конечно же, не забывайте заходить и подписываться. Ну что ж, Лелька говорит, меня без детей взять очень легко, я без детей очень удобная. Ну а что говорит, я красивая, молодая и успешная. Ну да, Лель. А еще ты, конечно же, очень скромная. Но, кстати, она понимает и говорит, да, а вот с детьми, говорит, конечно, найдется мало таких желающих взять меня. С детьми, говорит, мало кто меня возьмет из-за детей. Хотя, Леля говорит, вы знаете, вот кто приходит, мол, в дом, да, говорит, приходит без скала, без двора, так еще, говорит, должны нам, говорит, и, мол, типа, быть благодарны за то, что я с детьми их приняла к себе в дом. Лель, ну вот только такие в таком случае тебе и будут благодарны, которые, как ты сама правильно сказала, без скала, без двора. А тот человек, у которого есть, есть и дом, да, есть и работа, есть профессия в руках. Этот человек, так скажем, сам будет, возможно, выбирать, решать, что ему нужно. И, конечно же, женщина, которая с десятью детьми, ей гораздо сложнее устроить свою личную жизнь. Это абсолютно везде. И тут же, друзья мои, она опять про Шурика, который пришел, по ее словам, погулял, потусил, пожил на халяву, ну, и взял, так скажем, со спокойной душой и ушел. Говорит, представляете, ушел. Лель, представляем. А почему ты удивляешься? Ты же сама говорила о том, что никто из вас никому ничего не должен. У вас не было никаких отношений. Вы были всего-навсего друг к другу просто сожители, и на этом все. Ты же говорила о том, что, да, я не могу ему предъявлять, чтобы он содержал моих детей или меня правильно. Он захотел, развернулся и ушел. Ему для этого, Лелина, разрешение абсолютно не нужно. Ну, а далее тут же про любовь и про деньги. Говорит, то есть только-только сказала про то, что она Шурика очень сильно любит, и тут же просит, помогите мне собрать, пожалуйста, второй миллион на машину, да. Как говорится, любовь любовью, а кушать хочется всегда. Вот Лелька постоянно про деньги. Далее. Предложили ей найти мужа на ее же канале, среди ее же зрителей, и Леля эту идею поддержала. И, по сути, они объявили конкурс женихов. Говорят, пишите, пишите в телеграм-канал. Ну, в общем, да, вошла Леля в раж и говорит, присылайте свои анкеты. Да, Лелька уверена, причем, что анкет будет очень много. Ну, что ж, как говорится, посмотрим. Далее. Далее Леля все-таки не оставляет, знаете, мечты о том, что Шурик докажет ей свою любовь поступками. Не словами, а поступками. Оказывается, представляете, Леля ему заплатила 30 тысяч рублей за работу. И он работал у нее. Вот вы знаете, когда я это услышала, честно, я была в шоке. И вспомните, когда он там что-то строил в козовнике, в сараях, да, что-то где-то делал, Леля так его нахваливала. Мол, посмотрите, какой же он молодец. И все Лелины хомяки, кстати, вторили то же самое. Говорили, да, какой хозяин, какие у него руки золотые, да какой молодец, да Олечка, да тебе так повезло с мужчиной. Это же надо было, друзья мои, Лельке, действительно так вляпаться. Она взяла, мало того, что она взяла себе этого Альфонса в дом, кормила его, поила его, да, он не работал, ни копейки ей в дом не приносил. Она его кормила, поила, одевала. Она ему всякие игрушечки покупала, она его развлекала, она в конце концов спала с ним, а он у нее что-то где-то там подделывал. И за это она ему еще заплатила 30 тысяч рублей. Окей, ребят, представляете, так каким даже вот, знаете, я беру не Лельку, я беру это вот каким надо быть наглым, да, и беспринципным я прошу Река, чтобы брать вот эти вот деньги со спокойной душой, зная, что ты живешь у многодетной матери в доме, зная, что ты туда ни копейки не принес, что ты уже несколько месяцев сидишь за ее счет, проедаешь, как говорится, ее деньги, деньги ее детей, но при всем при этом у тебя рука даже не дрогнула взять с нее 30 тысяч рублей. Я вот, знаете, что подумала, может быть, из-за секса Лелька ему деньги платила, а кто его знает, да, все может быть, я бы, кстати, даже не удивилась. А потом он, оказывается, уехал от нее и снял квартиру. Лелька говорит, представляете, он, говорит, 30 тысяч рублей потратил за одну неделю. Ну, начнем с того, что если он снял квартиру, да, так он и на квартиру, получается, потратил, но не суть важная. И Леля возмущается, говорит, вы только подумайте, он столько со мной жил, сколько же денег он сэкономил, пока жил со мной. Лель, на самом деле тебе надо было думать об этом заранее, да, вот действительно смотреть на него какими-то трезвыми глазами, трезвым взглядом и, так скажем, не создавать себе кумира там, где его точно не было. Ну, а меня, кстати, вообще поражает другое, это же надо было, да. То есть Шурик еще и деньги получал за то, что сидел в кои-то веке с ее детьми. Ну, вот, правда, поистине у Лельки нет мозгов. Сказала бы ему, ты живешь у меня, живешь у меня на всем готовом, ни копейки в мой дом не приносишь. А, живешь, да, за еду там, за одежду, за жилье, за все плачу я, да, ты спишь со мной. Но нет, она еще и Шурику ставку нашла и платила ему так же, как и Сергею Петровичу. Ребят, только вдумайтесь в этот маразм. Это же надо настолько было хотеть мужика, чтобы ему еще и платить за то, что он живет у тебя в доме, да. То есть, смотрите, Надежду она в свое время отправилась, сказал, ну да, ну да, она едет, у нее там умерла сестра и так далее. Но, говорит, я ее обратно брать не буду, потому что мне нечем ей платить. То есть, Надежду отправили, по сути, потому что нечем было ей оплачивать, да, ее ставку, вот эти вот 30 тысяч рублей. Ну, понятно, что это все оплачивает зритель, но не суть важна. А Шурику она деньги нашла. Вот, можете себе представить, да. И Лелька бы, кстати, его бы удержала бы, да, если бы, если бы на Ютубе в России не отключили рекламу. Если бы рекламу не отключили, Лелька бы и по сей день зарабатывала огромные-преогромные деньги. И Шурик бы, я уверена, от нее, конечно, бы никуда не свалил из таких шикарных условий. Ну, а поскольку большая часть ее заработка пропала, то, конечно, больше она, так скажем, не смогла настолько сильно расшвыриваться своими деньгами. И, понятное дело, ей пришлось подужаться, и она стала Шурика требовать. До этого все у них было хорошо, все у них было прекрасно. Пока еще январь-февраль они жили абсолютно нормально, все у них было хорошо. Ну, а сейчас наша наивная Леля ждет, что он будет ради нее что-то делать, да. Вот, ребят, мне, честно, смешно, да не будет он ничего делать. Он не из тех, кто что-то делает. Он пришел, жил первые несколько месяцев, даже не думая о том, что мужчина должен содержать хотя бы как минимум себя, да. И уж тем более, если ты приходишь в дом к женщине, ты должен, конечно же, зарабатывать деньги. Если он изначально ничего делать не хотел, то он и потом ничего делать не будет. А Лелька говорит, вот, я верю в то, что вот Шурик уехал сейчас на вахту туда-сюда, что он будет, значит, делом доказывать свою любовь ко мне. Да не будет он этого делать. Тем более, если он сейчас уже уехал от нее, он, так скажем, возможно, полной грудью вдохнет, вдохнет вот этот вот воздух свободы, погуляет, да. То, что Лелька ему запрещала пить, курить, он, я уверена, что начнет все это дело делать. Ему будет гораздо проще, найдет себе какую-нибудь такую же бабенку типа Лельки, да, ну, какой-нибудь без детей желательно, может быть, с одним, с двумя детьми. И будет жить у нее за ее счет, ничего не поменяется. Зачем ему возвращаться к Лельке, где надо действительно пахать, где надо что-то делать, где надо сидеть с ее огромным количеством детей. И все это в деревне зачем? Я уверена, что ему это сто лет не надо. Если он сейчас себе найдет какой-нибудь вариант получше и попроще, либо без детей, либо с меньшим количеством детей, то, конечно же, он ни с какой вахты, а к ней вообще абсолютно не вернется. Лелька просто наивная. Лелька думает как-то очень глупо, рассуждает и считает, что вот сейчас он поехал и будет доказывать мне свою любовь поступками. Да не будет. Если он этого не делал изначально, не считал нужным даже работать, а считал нормальным жить на ее шее, значит, это его образ жизни. Значит, он приемлет такую жизнь, и он считает нормальным сидеть на шее у женщины. Это уже его, так скажем, не поменяешь в этом плане, да? В итоге, ребят, что я хочу сказать? Вы знаете, вот что самое интересное? Мы-то с вами как раз-таки оказались справа. Вспомните, когда вот с самых первых моментов, когда только он появился, вот я помню, как я делала свои обзоры, что вы у меня писали, да? Мы с вами говорили о том, что Леля точь-в-точь повторила сценарий. Вот тот же самый сценарий, который у нее был с Женей Б., она повторила этот сценарий с Шуриком. А я еще тогда говорила, я говорю, какой смысл вставать на те же грамли, какой смысл вставать на них второй, третий, четвертый, пятый раз? Ведь ты же видишь тот же самый мужчина, по сути, да? Ну, Женя Б., он хотя бы отец детей в любом случае. А здесь вообще просто какой-то посторонний чувак, который пришел и уселся с первого дня на твою шею. И на этом все. И он тебе не муж, никто, и ты сама говоришь о том, что он мне ничего не обязан, и я не могу, так скажем, на него взвалить свои финансовые сложности. Конечно, не можешь, потому что он пришел уже к тебе, дав тебе понять, что он не готов на себя брать никакие, так скажем, обязанности. Ни по тебе, ни по твоим детям. Поэтому, вот знаете, вот когда мы говорили с вами о том, что так и так, Лелька, опять же, те же яйца только в профиль, да, тот же сценарий, одного Альфонса меняет на другого Альфонса, Леля кричала, ее защитники кричали о том, что вот, да они завидуют, завидуют, что у Лели появился такой шурик. Ну что ж, хомяки, ну что ж, глупые ведроголовые ведроносцы хомяки, выкусите, как говорится, в очередной раз. Мы, хейтеры Лельки, как она нас называет, как всегда оказались правы. Да-да, конечно же, мы оказались правы, потому что мы с первого, нам хватило одного раза посмотреть на этого шурика и понять, что этот экземпляр из себя представляет. Альфонс Гуляка с пропитым лицом, которому только 34 года или там 35, да, а у него уже все лицо пропитое вообще, сразу видно, как он, так скажем, жил все вот это вот свое время, да. И как бы Лелька там не обзывала Женю Б по поводу того, что вот он там алкаш, любитель выпить, Женя Б так не выглядит. Может быть, он и любитель выпить, но любить выпить и пить – это две разные вещи. И по лицу, кстати, всегда очень заметно, на самом деле, у Жени Б даже близко нет никаких, так скажем, подозрений на то, что он квасит. Поэтому как-то так, да. Ну, а хомяки Лелькины нам кричали, вот они завидуют, завидуют. И я вот тогда удивлялась, я говорила в своих обзорах, как можно завидовать, что рядом с тобой, да, какой-то женщине, у которой мужчина Альфонс. Это как? Это насколько вообще, я считаю, надо себя не уважать? Но мужчину Альфонса может себе позволить, я могу понять, когда может себе позволить какая-то бизнес-леди, да, у которой денег куры не клюют, которая может спокойной душой ими разбрасываться направо и налево, и может содержать себе какого-нибудь, так скажем, Альфонса, да, но при всем при этом этот Альфонс явно не будет выглядеть, как Шурик, который в 35 лет без зубов, с пропитым лицом, без интеллекта абсолютно, как говорится, два слова в кучу связать не может. Вспомните, когда он открывал рот, становилось просто за него стыдно, когда он это делал на стримах, раз что-то там пытался сказать, Лелька его гнобила, а он пытался там за счет хейтеров, в общем, да, вылезти, как говорится, ничего у него не получалось. Поэтому, да, те же бизнес-леди, которые заводят себе альфонсов, они, конечно, заводят себе абсолютно других мужчин, молодых, красивых, накаченных, интересных и так далее. А здесь-то это вообще, и завидовать женщине, у которой на плечах, помимо того, что она содержит себя, еще своих детей, еще и мужика взвалила, это вообще нужно только покрутить у виска и сказать, неужели тебе мало проблем своих было, неужели тебе было мало проблем с детьми, да, что-то еще и взвесила на своей шее вот этого альфонса и потащила его, знаете, как вот, я не знаю, как что-то такое прямо ценное, предценное. Это даже действительно смешно, ребят. В общем, как-то так. Ну, а теперь Лелька убивается. Она, с одной стороны, говорит, да-да, я верю в то, что Шурик будет доказывать свою любовь действиями, что он будет зарабатывать деньги, а с другой стороны уже полилась грязь. И она говорит о том, что я его содержала, он жил за мой счет, а он взял и ушел. Я так думаю, что дальше будет еще интереснее. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.